Добрейших вечеров, друзья! Как любит говорить доктор Антон Алексеев на своём YouTube-канале. И когда речь заходит о действительно стоящих YouTube-каналах, то я настоятельно рекомендую вам посмотреть его видеоролики. Что касается темы опорно-двигательного аппарата, то у него есть очень и очень хорошие материалы. И я не просто так выбрал такую подводку для сегодняшнего видео. Дело в том, что сегодняшний ролик будет в достаточной мере теоретическим. Я надеюсь, что после его просмотра вы сможете лучше понимать, как работает ваш организм, что нужно делать для того, чтобы мышцы получали максимальную нагрузку, и сможете ответить себе на вопрос, нужно ли полностью разгибать руки в подтягиваниях и отжиманиях на брусьях. Сегодня мы будем говорить о такой штуке, как кривая напряжения и длины мышцы. То есть есть кривая, которая задается двумя характеристиками. Напряжение и длина мышцы. Но перед тем, как мы приступим к этому, необходимо разобраться, какое бывает напряжение в мышцах. А напряжение бывает двух видов. Во-первых, это пассивное напряжение. И оно связано с тем, что наши мышцы — это физические объекты, и у них есть свойство упругости. Тот материал, из которого сделаны мышцы, у него есть свойство упругости. Соответственно, когда вы будете растягивать этот материал больше, чем его естественная длина, он будет стремиться вернуться в исходное положение. Я вот специально взял резиновую петлю из магазина WorkoutShop.ru. Наш спонсор генеральный попросил его посодействовать. Смотрите, вот это естественная длина петли, когда я не применяю к ней никаких сил. Теперь, если я начну ее растягивать, то я ощущаю, как она будет стремиться из-за силы упругости вернуться в исходное положение. Ровно то же самое происходит в вашем организме, когда вы удлиняете мышцы и делаете их длиннее, чем естественная длина. На примере конкретной мышцы руки, если вы обращали когда-нибудь внимание на свою руку, на свои пальчики, то они у вас не прямые. Они всегда находятся в немножечко согнутом состоянии. Видите? То есть вот пальчики, они немножко согнуты. Если я попытаюсь, приложив внешнюю силу, их распрямить, то как только я убираю силу, они снова автоматически сгибаются. Чуть-чуть сгибаются. У каждого по-разному, но они чуть-чуть сгибаются, потому что их естественная длина мышц, которые держат наши пальцы, она короче. То же самое может быть и с рукой, если вы посмотрите, просто сейчас не видно, на улице прохладно, я в теплой толстовке, в этом мы глядем. Но если вы встанете перед зеркалом, опустите ручки вниз, посмотрите на себя в профиль, увидите, что руки у вас не прямые, то есть они не ровно вертикально вниз висят. Нет, они чуть-чуть согнуты в локтях. Если вы попробуете руку распрямить, напрячься или другой рукой, то как только вы уберете внешнее напряжение, рука снова вернется в исходное положение, то есть мышца сократится до своей естественной длины. Что такое пассивное напряжение таким образом? Когда вы растягиваете мышцу и делаете ее длиннее, чем ее естественная длина, она за счет силы упругости будет стремиться сократиться обратно. И чем сильнее вы будете растягивать, тем сильнее она будет стремиться сократиться, причем это экспоненциально происходит. И если вы уж слишком сильно ее растянете и перейдете в точку невозврата, то мышца просто порвется. Вот. Именно из-за того, что будет очень-очень большое напряжение. И сила упругости уже не сможет его компенсировать. Это первый момент, который нужно знать про напряжение мышечное. Кстати, важный момент, что подобное напряжение не требует никаких энергетических затрат, не требует использования молекул АТФ, не требует энергии. Оно существует исключительно из-за физических свойств материала, из которого сделаны наши мышцы. И оно не тренируется. Важно понять, что вот это вот напряжение, оно не тренируется. Как бы вы ни тренировались, вы не сможете изменить этот момент. Теперь давайте построим график, на котором мы отразим длину мышцы и пассивное напряжение. Если длина мышцы меньше, чем ее естественная длина, то пассивное напряжение, естественно, будет вообще равно нулю. Но по мере увеличения длины мышцы у нас будет нарастать пассивное напряжение, причем нарастать оно будет по экспоненту. На этом же графике мы можем отразить активное напряжение. Но теперь важный момент. От чего зависит активное напряжение? Как оно вообще устроено? Для этого придется заглянуть внутрь организма, вглубь клеток и посмотреть, как происходит мышечное сокращение. И для того, чтобы у нас с вами появилась возможность нарисовать график активного напряжения в мышце, нам необходимо сначала разобраться, как это напряжение происходит. А для этого придется погрузиться в самую-самую суть мышцы. То есть мы будем смотреть, как мышца сокращается, смотреть дальше, 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 до тех пор, пока мы не обнаружим в ней саркомеры. Саркомеры — это сократительная единица. То есть много-много-много маленьких саркомер сокращается, и большая наша такая мышца, у тех, кто тренируется мышцы большие, она тоже сокращается. И для того, чтобы нарисовать график напряжения, нужно нам с вами понять, как, собственно говоря, она сокращается. Саркомеры представляют из себя следующую конструкцию. У нее есть с одной стороны Z-линия, и с другой стороны Z-линия. Z-линии, они как границы двух саркомер. К этим Z-линиям крепятся два филамента. Считайте, что это ниточки. Вот есть тоненькая ниточка, актин, она здесь сверху идет и снизу идет в саркомере. И есть более толстая ниточка, миозин, которая идет между двумя актинами. И еще из интересного момента, у миозина есть головки, с помощью которых он может крепиться к актину. И, соответственно, эти головки он может использовать как своего рода весла. То есть захотел, махнул веслом и сдвинул актины в сторону друг к другу. То есть две крайние у нас Z-линии, они сдвинулись ближе друг к другу. И вот так вот актиновые линии, актиновые филаменты можно сдвигать, сдвигать, сдвигать. За счет того, что у нас миозин машет своими веслами до того момента, пока все это не упрется друг к другу и, соответственно, дальше сдвигать будет нельзя. В контексте мышечного напряжения давайте рассмотрим разные варианты положения миозина относительно актина, чтобы понять, как это влияет на напряжение. Итак, если мы максимально растянули мышцу, то у нас актины из Z-линии максимально разошлись друг от друга и миозин, который находится в центре, он касается, будет касаться актиновых вот этих вот филаментов только, скажем, одной головкой, да, с каждой стороны. То есть одной головкой сверху, одной снизу слева и одной сверху, одной снизу справа. Да? То есть дальше, если еще разъединяет, то уже будет безвозвратно нарушена структура мышц. И, соответственно, если мы будем измерять силу напряжения мышц в миозиновых головках, да, в количестве миозиновых головок, которые находятся в контакте с актиновым филаментом, то мы получим значение 4. Запомни. Если мы сдвинули, да, по мере того, как мы будем сдвигать актины навстречу друг другу, то количество головок миозина, которые будут касаться у нас актиновых филаментов, будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет своего максимума. На нашем рисунке этот максимум равен 8 с каждой стороны. То есть 4 сверху, 4 снизу слева, 4 сверху, 4 снизу справа. Да? 8 слева, 8 справа. Итого 16 головок миозина у нас находятся в контакте с актином и могут его двигать, да, при напряжении мышцы. Вот если в первом случае у нас было фактически вот только, скажем, 2 грибца, да, с каждой стороны, 2 слева, 2 справа, которые могли вот веслами что-то делать, то в этом случае у нас уже 8 грибцов слева и 8 справа. То есть в сумме 16 грибцов. То есть сила напряжения, которую может развить мышца, в данном случае, опять же, измеряемая в головках миозина, будет равна 16. Запомнили. Что будет происходить дальше по мере дальнейшего сдвижения, сближения у нас Z-линии и наползания актина друг на друг? До какого-то момента крайнего у нас в контакте будут находиться все, все 16 головок. 8 слева, 8 справа. И они будут дружно, все вместе двигать актины навстречу друг с другом. И это будет у нас крайнее положение, в котором у нас также будет 16 активных миозиновых головок. Мы запомнили. То есть сила напряжения будет равна условным 16. Но дальше у нас начинается самое интересное. Если мы продолжим сокращать мышцу, да, и актины продолжат наезжать друг на друга, то случится следующая вещь. Если мы посмотрим на правую часть рисунка, то мы увидим, что снизу актин будет двигаться все тем же количеством миозиновых головок. То есть 4 миозиновых головки будут двигать актин справа налево. А вот сверху у нас касаться нашего актина будет только 2 миозиновых головки. Потому что 2, которые стоят спереди, они уже будут касаться другого актина, который наезжал слева направо на него. И они уже не смогут участвовать в движении актиновых филаментов, в движении правой из этой линии справа налево. Таким образом, у нас активных головок миозина, которые будут двигать актин, справа всего 6. Слева у нас точно такая же ситуация. И таким образом, когда у вас актины уже подошли вплотную друг к другу и начали наезжать друг на друга, у вас уменьшается количество головок миозина, которые отвечают за сокращение саркомеры. И таким образом уменьшается и сила сокращения, сила напряжения мышцы, выражаемая в миозиновых головках. То есть, если до этого у нас было 16, то теперь у нас будет только 12. Что будет, если мы сократим саркомеру до конца? То есть, вот наши миозиновые грибцы будут работать на полно до тех пор, пока не упрутся в свои пределы, до тех пор, пока у нас актин не упрется в Z-линию и не лишится возможности двигаться дальше. Мы видим, что очень интересная ситуация. С одной стороны у нас, допустим, возьмем правую часть, которая двигалась у нас справа налево, у нас нижние четыре миозиновых головки все еще присоединяются к нашему актину, который двигался справа налево и готовы двигать его вперед. При этом верхние четыре вообще не работают, потому что они уже не касаются правого актина. С левой стороны у нас точно такая же ситуация. У нас верхние левые четыре миозиновых головки касаются своего актина, который двигался слева направо, да, в своей части. Нижние касаются уже правого актина, который был с правой стороны, к ним пришел, и не могут совершать никаких движений. И в этот момент некоторые могут подумать, что у нас правильный ответ по количеству миозиновых головок, которые будут осуществлять движения, и, соответственно, сила напряжения будет равна 8. Нет, в действительности нет. За счет того, что у нас отсутствует возможность дальнейшего продвижения, за счет того, что у нас актины уперлись в Z-линии, дальше миозиновые головки не могут совершать движения, то есть они уже не могут двигаться дальше. И поэтому на самом деле напряжение в данном случае, выражаемое в миозиновых головках, будет равно нулю. То есть это минимальное напряжение, которое только может быть у мышц. И вот после того, как мы вкратце разобрались, как устроена мышца, как устроена саркомера, как она сокращается, как она напрягается, мы можем перенести все это на график, наш график напряжения, длины мышцы, и посмотреть, как он будет изменяться в зависимости от разных случаев, в зависимости от разного количества миозиновых головок, которые будут и двигать актины навстречу друг другу. И вы можете видеть, что по мере придвижения слева направо у нас длина саркомера, длина мышцы увеличивается, и мы также отметим это точками на графике активного напряжения. Еще один момент, который следует отметить на этом графике, это так называемая длина мышцы в состоянии покоя. Она находится между двумя крайними положениями, в которых при этом все головки миозина находятся в контакте со своими активными филаментами. И, соответственно, можно реализовать наибольшее мышечное напряжение. То есть длина в состоянии покоя – это та длина мышцы, при которой мышца может сгенерировать максимальное напряжение. Теперь давайте соединим эти графики воедино, и пассивное напряжение отразим, и активное, и длину мышцы в состоянии равновесия, и длину мышцы в состоянии покоя. И теперь, если мы соединим два этих графика воедино, то сможем посчитать общее напряжение мышцы в зависимости от ее длины. Для этого просто нужно для каждой точки на графике по оси длины мышцы просуммировать значение напряжения пассивного и активного. И теперь мы получаем очень интересную информацию. Мы можем посмотреть, в какой момент времени, при каком растяжении сокращения мышцы, мы получаем наибольшее мышечное напряжение. Здесь вам как раз и пригодится интегральное вычисление. Но если мы не хотим сейчас заниматься интегралами, а многие думали, зачем в школе их учат, да? Вот за этим. То можно графически просто воспользоваться этим графиком и посмотреть. Просто ограничьте две точки расстояния. Вы знаете мышцу в состоянии покоя, вы видите, где она полностью сокращена. И вы можете просто посмотреть, площадь под кривой будет равна напряжению. Чем больше напряжения, тем больше нагрузка, соответственно, будет на мышцу. Как мы видим, по мере сокращения мышцы до конца у нас напряжение это падает. Причем падает достаточно быстрыми темпами. Если мы теперь сделаем из этого двухмерного графика трехмерный график и добавим время, то опять же, весь тот объем, который будет находиться под кривой напряжения для конкретной длины мышцы и по времени, он будет нам показывать общий... И если мы сейчас не будем углубляться в математику и вычисления, то можно увидеть, что нет, во-первых, никакого смысла выполнять движения в полную амплитуду, полностью сокращая свои мышцы. То, что вот называется пиковое напряжение, многие еще говорят там задерживаться, потому что при полном сокращении у вас наименьший уровень напряжения в мышце достигается просто потому, что уже миозиновые головки соединили активный филамент друг с другом и двигаться больше некуда. И, соответственно, напряжение у вас минимальное. То есть, с этой точки зрения, с этой точки зрения имеет смысл работать в амплитуде, которая близка к длине мышц в состоянии покоя, потому что именно в этой амплитуде вы достигаете наибольшее напряжение. И, соответственно, если вы с течением времени будете выполнять движение только в этой амплитуде, у вас будет максимальный общий объем напряжения. Максимальный общий объем под кривыми. С другой стороны, что касается полного расслабления мышцы, то опять же, опять же, если, допустим, в подтягиваниях многие спрашивают, нужно ли полностью выпрямлять руки. Мы видим, что не нужно. Когда вы полностью выпрямляете руки, вы растягиваете мышцы, вы уменьшаете количество миозинового головок, который находится в контакте с актиновыми филаментами, и, соответственно, уменьшаете напряжение, которое будет мышца создавать в процессе выполнения упражнения. В связи с чем, опять же, становится интересно подумать над тем, нужно ли вообще это делать. Нужно ли вообще выполнять упражнение в полную амплитуду, да? С точки зрения именно тренировки мышц, с точки зрения именно мышечного напряжения, мышечной нагрузки, получается, что это вовсе не обязательно. Вовсе не обязательно. Опять же, не нужно делать подтягивания в амплитуде, когда вы уже подбородком на турнику, и вы чуть-чуть опустились. Как мы видим, нагрузка при этом будет очень невысока, мышечное напряжение будет очень невелико, потому что саркомеры, да, практически полностью сокращены, и миозиновые головки уже практически ничего не делают. Можно делать в полную амплитуду, а можно делать в частичную амплитуду, но эта частичная амплитуда должна быть плюс-минус в состоянии покоя, там, где у вас максимальное мышечное напряжение. Это что касается теории. И я сразу предупреждал, что ролик будет непростой, ролик будет тяжелый, теоретический, но он дает нам понять, как работает организм, как устроен организм, как осуществляется сокращение мышечных волокон, что такое напряжение в мышце, от чего оно зависит, как оно зависит от длины мышцы, что такое активное напряжение, что такое пассивное напряжение. И затем мы сможем использовать эту информацию в своих целях, на своих тренировках. Как я уже сказал, да? Можно сделать тренировки именно для мышечных структур более эффективными, если делать не в полную амплитуду. Потому что за то же самое время, если вы, допустим, минуту делаете потягивания, вы делаете их в полную амплитуду, или минуту вы делаете потягивания, но в частичную амплитуду, там, где у вас максимальное мышечное напряжение, во втором случае, общее напряжение мышцы будет больше. Это простая математика. С другой стороны, организм — это не только мышцы. В нем есть и другие структуры, да, и о них тоже надо думать. Поэтому однозначно сказать, что нужно потягиваться только вот в частичной амплитуде, я не могу. К сожалению. Нужно проводить исследование. Да? И вот я подошел к тому моменту, к которому я должен был подойти. На сайте Boosty у нас уже более 20 спонсоров, и мы собираем пока каждый месяц по 7 целых тысяч рублей. Это немного, но зато у меня есть возможность создавать часть роликов на монтаж на сторону. Но если мы хотим, да, с вами делать, самостоятельно проводить исследование, а было бы очень интересно провести исследование на тех же подтягиваниях и сравнить два варианта тренировок, то это требует денег. Это требует большого количества денег, организации всего этого, да. И поэтому я настоятельно предлагаю вам подумать над тем, чтобы присоединиться к спонсорам канала. Достаточно, если вы будете всего по 100 рублей перечислять каждый месяц на развитие канала, это уже помощь. Если 100 тысяч подписчиков каждый по 100 рублей будет переводить, 10 миллионов рублей в месяц. Этого нам более чем хватит на все исследования. Вообще все, которые мы только сможем придумать. Мы станем передовым в мире независимым научно-исследовательским институтом о изучении физической активности и здорового образа жизни. С большой командой, с хорошими финансовыми возможностями будем помогать людям становиться более здоровыми, бесплатно и максимально эффективно. Это вот то, к чему я стремлюсь, моя сейчас на данный момент цель, потому что много, много лишней информации, лжеинформации, недостоверной, непроверенной информации в фитнес-ютубе. Вот, и с этим надо что-то делать. Такой вот получился ролик. Не уверен, что он многим понравился. Не уверен, что многие даже досмотрят его до конца, потому что тема очень непростая. Да, это я понимаю. Но рассказать её надо было, потому что теперь вы гораздо лучше понимаете, как устроен ваш организм, да, что там внутри происходит. Если вы хотите, чтобы было больше подобных роликов, больше теоретических роликов, то пишите. Пишите в комментариях. Вот я все комментарии читаю. И, конечно же, буду разбираться дальше. Темы непростые. И, простыми словами, их тоже тяжело рассказывать. Но надо делать. Надо. Вот. На этом всё на сегодня. С вами был Антон. Канал Street Workout. Научно-популярный канал про уличные тренировки. И до встречи в следующий раз тогда. Пока. Пока.